Не сыграет на ней хорошо. Так, ладно, поехали. У нас тем временем первый сет клан Вар Семикс против HTT. У нас RSTL 13 лига. И у нас ТВТ на карте. Че, там адмены не ответили, кстати, ничего? Нет, к сожалению, адмены ничего не ответили. Блин, а неужели мне придется играть? Нет. Ну, теперь уже мы тебя в лайнап поставили, поэтому... Только так, если они... Ну, я сам себя поставил. Если соперник на замену, согласятся. Ну, я написал, а Зуняшкин пишет в плане. То есть, типа, просто уточнить, что от него хотят, что я ему предлагаю. Не, ну напиши, что вместо тебя другой игрок будет. Я вот так и написал. Которая под пион-баном. Ну, я вам вот так и написал. Да. И что он сказал? Ну, сказал, в плане. Вот дословно, я сейчас прочитаю, что я ему написал. Я ему написал, ты не против, если скиллот сыграет вместо меня. Вот дословно, я ему написал, он такой, в плане. Ну, типа, уточнить. Ну, ладно, я ему уточню. Ну, что если он согласен, что если он на это согласен, то мы поставим вместо тебя скиллоса и админа не скажем. Ну, потому что я не до Ализарда, не до кого-то еще не достучался. Я достучался до Тантал, но он сказал, что он техник и это опас к сути. Ах, это зонтики, блин. Я только сейчас это понял. Да, это зонтики. Где зонтики? Мне напоминает, какой-то из карт. Только там был такой песчаный интерфейс. Вот здесь от базы была третья, вот здесь вот была вторая база. И спуск был где-то вот здесь. Это вот тоже вот так. Так, ладно, пацаны, давайте к игре. Кантеро готовит пуш, в то время как его оппонент играет в ССР-шку, играет в очень наглую ССР-шку. Да ладно, я каждую катку так играю. Ну, так можно играть, но, понимаешь, он сначала поставил ССР-шку, вернее, он сначала разведал, увидел, что против него играет пуш, и потом поставил ССР-шку. Тогда надо было ставить ССР-шку где-нибудь под мейном и перелетать на золото, я не знаю, ну, не вот так вот, как делает Красный Террен. Я считаю, это немножко не сейфово. Ну, смотри, сейчас Липпер опять же куда-то полетел, да? Сейчас ему убьют, убьют, может, КСР-шку. Риппер Контрол полетел прямо? Ну, да, сейчас убьет одну, а может, даже две КСР-шки. Там как получится. Чекать, прокси. Да, сейчас еще одну КСР-шку убьет, просто халява. Подожди, так это Контрол убивает КСР-шку? Да, я и говорю об этом. То есть, что Красный Террен ведет себя неадекватно. Ну, как бы, какую-то странную, странные вещи делает. Ну, я не знаю. Ну, смотри, опять же, Контрол понял, что сейчас будет Риппер, и улетел своим Риппером и ждет второго Риппера. Да, оба игрока контролят, но зеленый Риппер побеждает, поэтому Красный отступает и ждет второго Риппера. Но сейчас будет уже больше... Даже лишнюю плюху накинул. Ну, вот сейчас будет убит. Сейчас будет огребать. Ну, да, это уже, на самом деле, очень жесткий бонус. В пользу Контрола. И даже Марик особо не помогает. И вынужден делать Красный Террен Гелиона вместо... Вместо... Циклона. В то время, как Контрол пострелил именно, собственно, Циклона. Ну, да, Циклон сейчас вот придет. То есть, сейчас придет, то просто будет... Вот, нельзя сливать, нельзя, 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 нельзя. Ну, ладно, один сдох, одного, ладно, еще. Подсерпит. Более того Риппера зря сливал, слил. Очень зря. Но все равно, это уже очень серьезный удар по экономике Красного Террена. Там сейчас еще Либератор будет. ЦС-шка, конечно, только сейчас у Контрола будет заказана. И все же. Сейчас надо будет среагировать и улететь. Ой, уезжать, да, все правильно делать, Контрол. Мне нравится, как он отыгрывает эту игру. Прям очень уверенно. Но ЦС-шку все еще вот только сейчас заказал ее. И у него Саплай в лоб. А мы где-то, по идее, Либератор должен был улететь, если я ничего не путаю. Он, по-моему, только строится еще, нет? Да, походу, только строится. Вот сейчас можно прийти с парой марика, с Циклоном. Вообще, можно просто в пуш прийти, прям в лоб. Прям не парить ни о чем и убить его. Мне кажется. То есть, даже не надо пытаться хорастить экономику там Либератором. Прям в лоб. Это будет такое самое жесткое решение. Так, нет. Похоже... Нет, мне Зуняшка ничего не написал. Возможно, он только после игры увидит это сообщение. Вторым я ставил, по-моему, Смита. Да, Смит. Играет против какого-то... Непонятного... В понятном флаге. Но... Чешский ИЗР, ноу-лимит, я не знаю, кто это. На самом деле, матч сегодняшнего дня, это Артур Неразим. Да. Его мы ждем с нетеропением. Вспоминаем чемпионат Москвы. Нет, я... Нет, не начинал. И не только... Да, это уже после чемпионата Москвы, да, когда Неразим уже победил Артура, но решил, что не надо побеждать, надо сливать. Да, он пошел у Контера в пуш. Только за чемпион, он прям вообще на базу вернул. В чинить, наверное? Нет, он не в пуш вышел, он просто разложился. Он не совсем понял ситуацию. Он не понял, что у него сейчас такое преимущество, что он сейчас просто убьет своего оппонента. Но он не видел пристроек, вот в чем фишка. Поэтому он так вот аккуратничает. Он не знает, какие там пристройки. Так, куда Либерата полетел, я его потерял. Вот он, да. Он, походу, долетел до золота, я так понимаю. Нет, не долетел до золота. Там уже есть Викинг, уже особо не похорасишь на самом деле. Конечно, можно попытаться, но я не знаю. Но опять же, нет Мариков в Красной Северной. То есть можно прилететь тупо под Викингом, прям разложиться на танк, зафокусить танк. Попытаться как-то, я не знаю. Какую-то жесткую хрень сию. Ну, да, да, я это и имею в виду. То есть, как бы прилететь тупо зафокусить танк. Там уже за счет того, что у тебя есть танки, а оппонента нет танков. Плюс он еще занимает позицию. Оп-на, оп-на, жесткая, 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 жесткая. Вот сейчас видит, где находится Викинг. Ух ты. Еще и Викинг как-то дается. Все, теперь надо раскладывать. Нет, потерялся либерата. Ух, нет, потерялся, но все равно почти потерялся. А большой коллдаун у этого на водке? Ну, вот такой, вот, вижу. Маленький. Ну, что-то как-то пушь проладился. Ну, да, 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 по рабочим у Контро встает почти на десятку. Ну, да, посмотри, сейчас есть момент, когда можно танк зафокусить аккуратненько. Вот, что-то... Хотя бы циклона, да, хотя бы циклона забрать уже, что-то. Да, да, вот это уже такой нормальный размен. Плюс там еще несколько КСМ погибло, но все равно контрол меньше КСМ. Хуже экономика. Хуже продакшн. То есть, в принципе, все слабее. По странно, откровен, говоря, он на пал вообще поедет. Ну, у него, по-моему, стимпак раньше, да. Вот КСМ только сейчас лаборатория старует, а у Контро уже стимпак делается. Сорок секунд. Тоже намного более классная ситуация. Ну, какая-то компенсация того, что у него меньше слабее экономика. Ну, опять же, такая карта, где Терран может сразу поставить золотую базу. У него будет нормальная экономика. Сразу прилетает с Терпортом Контрол. Предпочитаю ускорить продакшн Мариков. В ущерб продакшну Медовак. Ну, в принципе, ему Медоваки сейчас не нужны. То есть, вот, у Террана строится по два Медовака, а Мариков, чтобы и хилить, нету. Поэтому есть смысл. Во всем этом. Три Марика. Типа делают вид, что они контролят к Сиделнагу, но нифига они ее не контролят. Они просто такие... Хе-хе-хе. Красный Терран идет, что-то чекает. Он идет как раз третью базу чекать. В принципе, в принципе, такая ситуация не самая слабая. Оба Террана добавляет еще Бараки. То есть, никто из них... Прямо на Сиделнагу. Спалился все. Ну, кстати, хороший выстрел удал. Танк. Ну, контрол лимита вообще меньше, и по рабочим, и по армии. Как-то у него и Бараки позже добавлены. Пристройки до сих пор не заказаны. Копис ресурсы. То есть, пока... На этой стадии он уже демонстрирует такую более слабую игру, чем раньше. Ну, пуш у него очень хороший был, но, к сожалению, за вас почти... Ну, тоже... Да. Но сейчас контрол должен понять, что там происходит, и поднять Мариков наверх. Себе на мейн. И он этого не делает. Вот сейчас будет жестко. Жестко, 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 жестко. Мы сейчас продакшен поубивали. Здесь, представьте. Ну, там, как, дотекание дао какой-то бой. Плюс у него есть уже стимпак. Да, поднимает два здания, чтобы... И тут маленькие не мешались, да, и с КСМ-ками нападают. Если он сейчас не спасет, убьет, то там не все. Ну, сейчас он просто кучу КСМ-кис потеряет, от 5 КСМ-кис потеряет. Ну, он не потерял армию его. Я еще армию, уражески. Хотя нет, аждем, но я армию потерял. Там еще один атак, походу, где-то было. Потому что армия у контрол вообще не осталось. Да, похоже на то, что контрол терпит поражение в этой игре. Потому что ни экономики, ни армии у него теперь ничего нет. 24 КСМ-кис потерял. Ну, это уже... Я не знаю, что нужно придумать, чтобы выиграть такую игру. У тебя уже 30 СС-ка экономим, инкомид. Ну, такая, как всегда, у контрол слабая проблема с реализацией ресурсов. То есть он их не тратит, просто всегда не копится. Чекать золото, скратиться. Да, да. Вече-то ничего нет. Ты как бы осознаешь, что он уже победил, в принципе, эту игру. Ты даже никуда выходить не надо. Просто сидеть, строить юнитов, строить домики. Заказывать грейды и так далее. Ну, то, что я делаю, там туретки начинают строить. НТРУ, конечно, не сдаётся, сражается, но я не знаю. Даже КСМ-то особо не заказывает, мы видим. Даже не пытается, то есть догнать на самом количестве по рабочим. Так, какой-то последний пуш готовят, видимо. Походу, нам. Ну, ты особо уже ничего не сделаешь. То есть был бы единственный вариант, если реально начать как бы строить продаж на рабочих нормально. Там халявно занять третью базу. И с ней сидеть. То есть газ ему, например, вообще собирать не нужно сейчас. 800 газов, что-то с ним делать будешь. Там вся яра межа бегает, перехватывает дропы. В двух местах сейчас контрол ждёт своего оппонента, и во лбу его. И на мэнде тоже часть войска держит, опасается так у вальчика доу-дропа. Скарт тут идёт. Кстати, у него куча медиологов. Ну, если он сейчас посадит медиологи, его здесь всё отдаст. Не-не, в чём, на этой стаде уже нет смысла так делать. Тем более, он видит, что оппонента нетрисиплазом, как бы. Зачем ты так делать? Поза смысл. Чего он добьётся? Хотя... Хотя... Ну, вот сейчас он полетел куда-то. Не, ну, сейчас он так. Сейчас он такую довольно неплохую позицию занял. Если он сейчас хорошо здесь разменяется, то у него экономика, если оно будет задницей. Поэтому опять выбил у рабочих. Опять же нечего выбить эти танки. Я вот, дроприлетел. Ну, там сейчас просто всё улетит. Да, всё улетело просто. То есть, всё равно, как бы, оппонента в два раза больше армии. Да, есть, как же, не такая проблема. То есть, просто вот этот вот начальный фейл. Да, это не начальный фейл, это потом, как бы, не контролировал Ксюнагу, не увидел, что к нему идёт выход, и всё. Вот, из-за этого он и проиграл. Ну, и, как бы, ресурс он хуже тратил, то есть, из-за этого у него был слабее продакшн. Потерял полный мидоваг. Топ, на бейнте вы имеете в скат? Да. Где он сам байпл убилать? Ну, а то, в пользу бедных. Вот, взлетает армия контролу на мейн, в три раза больше, чем армия самого контролу. Да. Да, контрол, конечно, ГГ, покидает игру, и это 0.1. Так, вторая карта у нас Blackpink. Пусть газоняшка сам создаёт, он, как бы, обычно сам этим занимается, ему это нравится, как бы, не будем им мешать. С модом ведь создаст. Надеюсь. Обычно, да. Ну, обычно нормально создаются модификациями, со всеми, которыми надо. 0.1 на счёт, тем временем, в кланваре, 7x против HTT, в рамках RSTL 12-3, 1-й дивизион, и в следующий раз у нас будет ПВЗ, 7x смит против... Так, ну, пока он ничего не создаёт. Ладно, я сам создам тогда. Ждём. Да, я сам. Blackpink, create with mod, create. Это, кстати, была единственная зеркалка в старшем сегодняшнем кланваре. И у нас в какой-то, видите, не будет ПВП сегодня. Блин, я только стоил мне зайти в грёбанную игру, как он создал карат. Не знаю, я просто охреневаю от узыняшки. Мы всегда так. Я запрыгиваю к нему. Ну, скорее, он, Зенешка написал, что мы думаем. Но, скорее всего, он даст свой ответ в зависимости от того, как пройдут первые три игры. Да, да, то есть, типа, если эта игра ничего не будет значить, то он разрешит скилов сыграть, а так он, ну, типа, скажет, типа, нет. Я думаю так. Скорее всего, так и будет. Так, смит. Смита я не вижу. А, вот, нет, вот он здесь. Играет ранкет один на один. Я написал Смиту. Две минуты пишет Нелон. Окей, ждёмся. Да, привет. Я здоровый с тобой. Спасибо всем, кто не забывает ко мне сюда заходить. Зира, ты получил награды за то, что купил Старкрафт до... Да, у меня какие-то награды пришли, я даже не тебя продумал. Вот такая вот до чего? До выхода патча 4. Ну, да. А что за награды? Ну, вот аватарочка, например, я сейчас выбрал с новой. Дожди, я... Сейчас, дожди, я тебя посмотрю. Там скинчик на Гаста и три аватарки. Там в лаунчере Бутлнету. Это если ты ранен... Это если ты до того момента, как Старкрафт... Сейчас тоже есть возможность. Это ты получаешь вот награду и те аватарки. Элдо он называется этот скин, да? На Гаста. Не помню, честно говоря. Ну, конечно, у меня есть какой-то скин на Гаста. А где найти аватарки я не могу. Рудоун-то. Ну, да. Да, всё, понял. Я не могу найти аватарки. А вот я нашёл. Аватарки, что за аватарки? Ну, вот новая у меня на картиночке. Точнее, сейчас ты. Как ты выглядишь вообще лево? Блядь, ну ник у меня лево. Лево, ну я не могу тебя найти. Маш, трудно. Тяжело. Ну, в лобби, да. Тут всего семь человек. Всё, смит на месте. Мы готовы. Мультяшная молния, что ли? Мультяшная загара и мультяшный тассанар. Ну, я понял. Я в Overwatch там появилась новая кнопочка, типа, выбрать награду. За что-то там. Я там... Что-то они, что-то они какие-то не тут. Ну, не знаю. Ну, там было, типа, что-то такое. Я в Overwatch нажал, типа, доставил крафт, а мне что-то выпало. Мне что-то вообще для Хоц и ещё для чего-то предлагали выбрать. Кстати, зря там, короче, в связи с открытием лиги, в Overwatch, там дали какую-то возможность покупать какие-то особые скины. А, да-да-да-да, там вот эти, типа, телеспортивные скины, которые... То есть там, как у каждой команды, там они под каждую команду сделали свои скины в Overwatch. И, по-моему, обычным игрокам тоже дали возможность их покупать. По одному скину каждому игроку. Я не знаю, я в Overwatch не заходил уже очень-очень давно. Не, а у вас я видел, что он, как бы, ты можешь себе один скин купить, да, остальные, типа, за реальные деньги только. В смысле, за реальные деньги? Ну, типа, только за деньги. За сундуки или за... Нет, нет, за реальные деньги, только за деньги. То есть ты покупаешь себе какие-то поинты, и за эти поинты ты покупаешь себе скин. Ну, я так понял. Хотя, может быть, они и в сундуках выпадают, хрен их знает. Я себе компанию новую купил только ради скина Гаста. Хорош. Не, я вообще такими фишками, как скины и так далее, никогда не заморачиваюсь. То есть я тебе купил там самый нормальный на солдаты скин и больше не парился. Нет, я скину тоже не покупаю, ну, просто там Гаста можно было в Боба превратить. Ммм, ну, ты, конечно, я согласен, да, долго стоит. Ну, там, да, там, конечно, Гаста, но, правда, мне по барабану, я с Зерком играю. Я тоже, как бы, не Зерк. Да, я, как бы, тоже не Терр, поэтому... Да, я сделал себе спин, где Брудлорд превращается в Рака с Клешнями. То есть прям как-то и становится тобой. Да, 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 да. Он полностью, я подумал, что это полностью отражает мой текущий уровень Старкрафта. Вот, поэтому... Ай. Ну, я не смотрел, я даже не видел этих скинов. Ну, я говорю, у меня вообще пофиг на скины, я был в возможности их вообще... Варчест последний. Я понял, если было возможности их отключить, я бы их вообще отключил бы все и не парился. Ну, вот да, тут ходит шутка о том, что Близзарды скоро введут платную кнопку отключения скинов, а потом введут еще платную кнопку отключения... Чтобы нельзя было отключить. Да, ну, вы поняли, короче. Вот, и так далее. Девочка танцует. Вот, они читаем последнее время, они любят создавать кареты, где кто-то танцует. Ну, да. Сейчас 2000... Супер нового написано, кстати. Под ней. Где? Где, кстати? Угод к вам, посмотри, давай лево, покажи. От меня посмотри. Ладно. Ты к Дире и смотрю. А, я вижу, вижу, вижу. Вот, она, да, она даже танцует, когда к этому танцу. Это еще из компании Wings of Liberty, там в баре на втором этаже. Ну, там танцует такая голограмм, когда я просто на карту можно было убить. Так, у меня сломался экран. Что у тебя сломался? А, себе, я нашел способ починить. Ну, когда камера поворачивается, и ты не можешь ее повернуть обратно. Смит играет через Старгейд. Да, при этом он поставил, поставил Сталкера. Тогда Тивер Лорда, чтобы тот не подсматривал чего-то. А Зверг в это время ставит довольно позднюю третью хату и делает скорость овера. То есть он хочет разведывать, во что играет оппонент. Довольно неэкономический билд выбирает Зверг. Поставил Адельта. Ну, Смит играет очень сейфово. Там батареечку еще строит. Там очень сейфово. Он как-то завтракал и не был кинут в буст в Ораку. Да, уже ОР пошел какой-то очень ранний. В связи уже с Плаке. Да будет пуш с этими гидрористками. Да, скорее всего так и будет. А Смит играет в очень быстрый третинекс. Прям очень ранний. Довольно такой прям. С большой буквы ранний я бы сказал бы даже. То есть Зверг вообще нет третьих хаты. Он как бы добавляет два газа. Ой, я имею ввиду, рабочих на третьих хате. Если добавлять два газа, делаю твою. Так, кто-то у нас подлогнул. Это... Это Зуняшка. Какой StarCraft 2018? Ну, что-то... Меня над этим не тянет в последнее время. Может быть, в ближайшем времени не будет. Ну, не факт, что сегодня я вообще... Нормально. Я вообще терфаб играю. Нормально там чешский играл в такой, говорит, out, please. Своему менеджеру. Я бы как бы запомнил бы. Ну, пойдем, если что-то с интернетом у вас у меня что-то случилось. Ну, в Москве живет. Что у него может с интернетом случиться? Ну, не знаю. Свет отключили. В Москве. Свет отключили. Могут воду отключить там, но не свет. Ну, может, у него через это, через аккординационные трубы работает интернет. Нет, такого не бывает. Я же говорю, мы же в Москве живем, но... Это у тебя в деревне такое может быть, но не у нас. Добавляется романтикс. Делайте пенсию. Ой-ой-ой. Так, чисто разветочка. Посмотри, тут все вообще спалили, что происходит. А там нечего было полить, а мы и так все видели. Ну, что он увидел. Третий наксу Зарк видел, видел. Да, пошел гидральский Тен, пошел четвертый ГАЗ. Ты стрелила, что ли, какая-то? Нет, просто пуши с гидральскими. Просто много лингов, много гидральсков и все. Ну, сейчас все Зарки так играют уже, наверное, на полгода. Если не больше. То есть все Зарки так играют. Я тебе говорю, ну, я не знаю, он очень жесткая стратегия, которая ему никак не фиксится. Потому что, смотри, вот Смита, например, вообще ничего сейчас нет, он только твоя лайт делает, у него до сих пор гидральсков он не заказал. Ну, на ошибку дело, он юнитов варапает. Добавляет Тайрой Батикс, если ему надо было гидральсков добавить, он юнитов варапает. То есть он понимает, что к нему что-то готовится, да, что его сейчас убивает, но он не понимает, чем именно. У меня вообще разведка есть какая-то? Ну, ничего ты, кстати, сказать не видел, несмотря на то, что играет через Феникса всего, к вам, ой, и сбегает на третью базу. На Натурал, по-моему, нет. Нет, это третья база. Там была вторая группа, которая пыталась на Натурал. Ну, а нам попыталась закрыта здесь, нормально, здесь там уже стазис попался. Вот у Смита до сих пор, рабочих даже больше, чем у его оппонента. Нет, если сейчас Зерк будет бегать лингами и тупить, да, то, может быть, Смит успеет построить пару колоссов или пару дестабилизаторов, которые что-то сделают. Но это, опять же, сработает, если он не будет терять пробок в таком большом количестве. Там вот классика достроилась, сейчас делаешь АНОДИ ЗЕЛА там. Да, но нужно дождаться, пока выйдут колоссы. А что именно сделать, пока ничего не делаю? Ну, пока колоссятник готов, да, ничего не делается, денег у него нет. Там уже гидра пошла куда-то, 13 штук гидра лисков есть, если тебе у него нет. Да, и нечем отбиваться, не батарейки, ничего нету, Смиты сейчас. Чуть-чуть не уйди, то у войска и все. Да. Ну, в принципе, раме-то не так уж и жесткое у Зерка на самом деле. Ну, не 13-11, да, как бы научу. Да, пошел у вас сейчас под бустом, один колосс, сгрейт натальность, сгрейт на атаку. Ну, Саракова гидра приходит, и что мы ее встречаем, а встречает ее по сути нечем. Ну, если кинуть какие-то крутые филды, может быть что-то и получится. Нет, филды ничего не решают. Да, но это провал, по сути. То есть ни одного гидра лисков до сих пор не сдохло. Не понял, по ходу Смит вообще во что по ним шел. Не, просто такая, на самом деле, очень жестко что-то с этим сделать. Очень тяжело. Мне кажется, надо было в этой ситуации даже попробовать ТП. Сделать после всех пробок, все аромиус 3 базы натурал. И там уже как-нибудь с филдами отбиваться. Ну, кстати, да, это возможно было бы. Не понял, потому что закрыто, если послевал дошего войска. Да, 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 да. Да, да, то, что, как бы, пробки жил, пока пробки жил, как бы пофь, то, что эти базы убили. А у Смита видишь, да не гидов, ничего нет. Ну, да. Ну, по ходу 2 0 уже. Не понимаю, противополучность вообще его играли на прошлом клану. Да, прошлом раз он сыграл, прям как царь. Да. А у ТРАС как-то совсем потерялся. Ну, он не потерялся, он просто не сделал неправильную стратегию, неправильную выбор стратегии, поэтому он проиграл. Наш не в том, что он проиграл, потому что он проиграл. Так, ну и разъемка на месте. Как бы ожидает. Так что... По крайней мере нам не придется ждать. Кстати... Ну, 10 каратов, тем временем вот. Зерга. На трех колоссов. И практически никакую землю. Ну... В общем-то, доигрывается партия уж практически-то. Если только смит сейчас на свич, не смог что-нибудь, я не знаю. Каких-нибудь дарков, и эти дарки не выигрывают сейчас всего зерга. Кстати, дарки бы здесь, может, и зашли. Шесть штучек, подвинул к базу. Наверсер один. Есть поскольку, где-то еще войск катанул. Ну, ладно. Пытается с метархунтов, ну ладно. Параптеры просто на пофигу убивают колоссов. Нечего их контрить. Сэнкли там пытается что-то менять в ситуации. Параптеры просто на пофигу убивают колоссов. Зависит. Сэнклику на пофигу убивают колоссов. Используемся столсов. Сэнклику на пофигу убивают колоссов. Параптер клоссов... Зависит на пофигу убивают колоссов. Главное, выбирает колоссов. Так, следующий игрок у нас будет ПВТ. Насколько я понимаю, Семикс не разе им будет играть против... Арктура. Это у нас центральный матч сегодняшнего, сегодняшнего дня, наверное, даже. 463 а по его у зерга был там еще с пальцами ног что ли играл специальная ножная клавиатура ваша отменить моим его другом на, не разим против, только сейчас, это твп на неоновой площади поехали ну а вот такой портретик снова у меня ну ничего так прикольненько ну надо бы что то брать по ходу какой то мейнстрим мне нравится портрет который у меня он по моему саму картону карбот с печенькой какой то здесь макрюра я смотрю на эмбремке неразима обычная голова протосека поехали слева сверху появляется синий тиран из команды ht тиран тут справа снизу нас появляется красный нет фиолетовый протос из команды 7x вот неразим счет вас 2-0 и неразима есть сейчас шанс на то чтобы перевести выгол в плейл в этот самый весь матч если вытащит у нас неразимка и все благополучно сложится в последнем сете сразу просто через цице до барака открывается арту с в макрюбер халявный милд макрюбер халявный милд макрюбер халявный милд он не вставляет арку просто в цехе получается примерно столько же марика к тому же таймингу но нет у него еще и рабочая цц получается намного раньше если никакой агрессии отпадов нету в самом начале, то такой билд вполне себя украудывает пошло дальше марика есть нексус, делается первый сталтер делается в арм гост был кинут в сталтер, а не в арм боится все таки рипера, хотя вроде как неразимка разведал потому что там очень поздний барак и вообще-то рипера по идее здесь не должны никакого но, видимо, стандарты, такие стандарты делают свое дело настроил с аннексом все время по рабочим 24 на 21 в пользу протаса алло, меня слышно? да а что, до этого было слышно? нет ни хрена себе, сам с тобой разговариваю ладно вы бы хоть сказали бы, тебя не слышно я понял бы это я говорил пообщать сам с тобой ну блин, ну ты же слышишь, что я что-то начинаю говорить ну вот я начинаю с тобой спорить, я начинаю повышать понимать я тебя полностью вообще игнорирую просто нагло да, да, именно так я это спорил и понял и тогда уже я начал задавать вопросы на самом деле что-то у тебя, видимо, случилось с микрофоном ну я он огонь походу задел случайно да, он огонь походу задел, он вылетел агрессивно ты его задел да, ну там неразинки опять косяк с пробками стандартный мейнстрим уже после неразима у него не поставил пробок? нет, когда куча пробок собирает один газ а, ну да ну видимо туда респаунд просто стоит с Nexus'у делается классик ненормально быстро ну да, он как бы видит, что оппонент играет без газа как бы, а чё ну оппонент просто через быструю CS'у открывался ну да, нет, он как бы, какая реакция на это либо играть в быстрый 3S Nexus, да либо играть в очень быструю технологию вот неразим выбирать технологию то есть вообще с прохода это будет какой-то пуш что-то 4 гейта а, нет, 3 гейта что-то я туплю да, 3 гейта все в порядке но все равно сейчас будет заказан колос и после этого пойдет NEX все равно это будет база не может быть базой не, ну это может быть PS еще плюс 5 гейтов как бы пойти с призмой ауни там с парой колосов как любили делать воли да, пошел колос уже видит не разним, что только сейчас пошел старпорт с одного газа, а не с трех газов все в порядке переживает на чё за актура но ничего, там актура знает что делает сразу же заказывается второй колос вообще без всяких завтыков пока мне прям нравится биут неразима он там вещь делает в смысле, это так, что его там практически не видно было да, и так, что он сам ничего не видит нет, в смысле до этого не село а сейчас он полетел куда-то во Майков да, да благополучный прихлот внутри террана выдвигается в атаку такую разведочную смотрите вообще, что у тебя происходит возможно подчеркать его третью базу тут кстати, вопс, еще один висит по дороге вот, терран идет походу прямо в лобешник тут один колос, сейчас второй колос вылезет нет, терран все таки заходит на тресе и неразима будет достаточно времени на это, чтобы среагировать да, 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 видит прекрасно ему так красный ручеек тянется и там нет мидваков, нет только сейчас наделал скиппак просто два аккуратных филда и нет армии террана вообще никакой артуру, кажется, это понимает или отступает боится кидать филды, не хочет кидать филды неразим уже тригитая добавляется уже делатель чаш пока там вообще все шикарно неразимая что-то он дроп, дроп да, пошел ну да, да в этом там куча пиона, ну здание, которое стоят на одном пионе у процесса сейчас можно вообще я как бы не стал бы на самом деле на месте артуру прям рисковать заходить воп ой, дропаться на мейн хотя война я так и делаю сейчас но он всегда так делает как бы неразим всегда умирает от этого моментальный вар есть один колодок уже выше он ждет чарджа вот доделался чардж теперь надо нападать все, дроп отбит и теперь надо не затерпеть от атаки воп разумеется, надо затерпеть на этой на натурале естественно ничего нету да да не, он разделил армию отбил а, ну да от тропа то уже отбился да он потерял две пробки не потерял зданий на кроме пиона ничего больше не потерял так что он очень хорошо довольно неплохо отбился на самом деле довольно сложный развод действительно тяжело отбивать такие вещи потому что неразим справился с этим это хорошо гейтов мало 6 гейтов пока видите даже лесоса не успевают тратить сейчас полетит большой до 4 дроп и неразим это видит сейчас кто передумает это делает видишь там подозревает в мобхаке кидает скан не видит овса сейчас походу полетит но все-таки полетит он наверное а, опс увидел опс все видел все видел да да еще опс плетел не, не раздем молодец смотрите как он опсов настрел там все чтобы контролировать что вообще нельзя было его удивить это хоть раз код еще можно что надо да еще раз спалил да 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 опять спалил кто-то разложил но сейчас единственно что можно не спалить не увидеть дроп на антресе проблема единственная да тут бабл дроплите тут 4 мародера просто а нет это 4 мина но все равно то неприятно доводить куда куда надо вводить ну как всегда такое обычное бывает только чуть завтыкал нагревая за это надо фокус медвайки мне кажется блинка еще нет да блинка нет минус антрея ну рабочих на самом деле не настолько уж меньше сейчас критическое критическое отставание по экономике можно играть да неприятно да пофиг на графике на самом деле не пофиг на то что как бы упраться больше армии если он как-то удачно отобьют хотя бы раз дыров да то есть убьет там медваки или еще что-то убьет вот сейчас блин готов блин раз два ну это достаточно сейчас можно идти убивать сейчас нужно идти убивать да то есть теперь нужно делать выход и теперь она будет большая проблема на самом деле да надо ставить надо ставить каких-то юнитов на мейне чтобы снова отбивать дроп ну почему можно от товарпу наверно отбиваться каким-нибудь ну можно но я не знаю среагирует и он не разнимет вот еще опять надо убивать медваки хорош оба медваки убивают хорош все время надо идти воп опять плютая дробь опять гибнут робки делается т.п. половина армии и второй половина армии он сейчас должен будет отбивать атаку воп успевает смотри не разним везде успевает прям если мы побольше при всем этом не терял бы там часть юнитов осталось если вы видите надо третьей базы протеста стоит игропа сталкеров забытых у не разнима уже плюс 40 боевого лимита просто плюс 40 ну грубо говоря 20 юнитов лишних и артур отступает это сейчас момент если не разним почувствует что сейчас момент он пойдет в атаку он убьет просто что там три либератора четыре ну да надо атаковать он этого не понимает что надо атаковать стоит и ждет что к нему сейчас опять будут тропы какие то лететь ну он походу не понимает этого ну походу да ну что там четыре либератора ты убьешь их как бы легко вот уже 6 либератора все же убить ну я не знаю не знаю у меня очень опасная ситуация не разнимка походу будет лимит очень большого подозрения он сейчас будет не ну в принципе по экономике у него все не так уж плохо у него провал по грейдау то есть там уже 2-2 а у тебя только две атаки потому что он фаржу потерял то потерял да это скан опять разделил армию да не разним будет став 4 база уже хотя у не разним тоже есть ущербная база но ущербная база это не хорошая база вот смотри сейчас можно перехватить либераторов как-то хитренько нет 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 он этого не знал у него кстати уже играет теперь можно отдаться на складку да решил отдаться а тп делать отсюда мне кажется да возможно не надо дезидераться это будет хороший рейд полосов надо обойти да со стороны блинкуса и убить либераторов вот так вот да красавчик делай до варт на третью делай до варт на третью и принимай все с двух сторон в плешни да видите арту удачно он даже не стал пытаться и заходить на третьем просто сразу уходит он понимает что все плохо он опять отдался надо блинкосс опять снова блинкс даст еще блинк еще юнитов сейчас буду погибать все красные надо заходить сейчас мимо вот сейчас на третьем блин не надо отступать надо просто атаковать просто идти вперед как машины просто собрать всех юнитов нажать оклик да видите разважив либераторов вот сигнал для атаки для неразима надо идти вперед или это сложные ребята по три штуки делаются но мне кажется одних либераторов уже недостаточно лишь чтобы что-то изменить и заждется кд вот еще опять либератор куда-то полетели да да либератор опять полетели куда-то ну походу хотя не знаю она море уходит не разим что-то но давайте не будем хранить артура раньше времени и очень опытный игрок но походу на то что не разница таки втаскивать уже плюс 60 был лимита не надо давать голосов я конечно понимаешь 60 боевого лимита преимущества ну давай все-таки потерял двух голосов уже не 60 боевыми тоже всего 30 он убил кучу ксм походу на убьют сашку я втыкал от момент дал убил сашку 3 базы 5 вас как будто уже совершенно другая ситуация экономика да не на атаковать планетарку надо сейчас увидеть еще одного либерата и убежать хотя нет или убить их все нет но ты убиваешь не берет порок сериал всех голосов лишь лимит сравнивается под ошибка как нельзя было делать это убил либераторов но ты того не стоило сколосы намного до более дорогие и полезными то чем либератора на самом деле намного больше пользы но может быть сейчас мы что-то увидим с этим грейдом сколько вы делали ни разу ничего не видел если могу написать админу и кластеру по поводу это же rstl мы играем да? rstl да у меня есть один админ знакомый rstl если у нас сейчас онлайн он как бы сделает нам да онлайн ну напиши хуже не будет я думаю но он все он здесь он онлайн осталось подтвердить получить разрешение от зуняшки все время под либератором и опять все голоса потягались давать полтора еще один колокольчик проблему разруливают он живет и тиран даже практически сбривает на эксу сейчас но но как то так получилось видеть что армия уже в два раза больше пользы тирана а как получилось? но потому что он целый этот ошибка нельзя было сливать всю армию ну как бы ты убил либератов то о чем я говорил ты убил либератора афа толку то есть что это тебе дало то есть пока бил и живо как бы толку то что убил либератора Если тебе нечем убивать маленького мародёра В итоге в процессах заканчивается экономика Серен поставил, восстановил 4 базу кое-как Как-то живёт В процессах уже ничего нет Просто 3 next добывают по себе пробу Не экономика, как на одной базе Так, даётся бой Отчаянно фокусит колоса, убил колоса Мне кажется мне Артуру даже отдавить не надо, можно просто отступить Да, это 3-0 походу Четвертый сет нужно играть? Нужно, в любом случае нужно играть Да? Да ХБ победу он в этом кланлаге уже не принесёт, максимум 1 очко Да ну как так, ну вот Выиграл, наиграл Ну он уже второй раз так происходит Уже дважды так Второй кланлаг подряд получается такая штука Ну ладно Практически вот этот весь эпизод до вот этого слива Так, последняя карта я должен был играть на каталисте Да, он победил бы Реально тупая атака Вот я же с самого начала говорил, что нельзя так сделать Если говорил, что как бы убилашь либерета и уходишь Нет смысла драться вообще никакого Вот он за этого поиграл У него было лучше экономика У него было больше армии Было качественнее армии Всё было лучше Ну как бы, ну видишь Нельзя так делать Нельзя менять свою армию Целиком Задебраться это фатально Всегда То есть это всегда Спасибо за подписку на годгейме Так, кто у них играет? У них играет в гостхел Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Обязательно Азуняшка появился? Блядь не сам создал Ладно, похер Кто будет играть сейчас? Ну что я вам напишу Нет, он всё-таки создал, но не ту карету Катализатор Да Да, каталист Давайте запрыгивайся ко мне Всё-таки ко мне Всё-таки к тебе, Ник Да Ну ладно Да Ну ладно Гастхел я не вижу В чате Был он где-то здесь, по-моему Но он создал карту, походу Сидит в ней уже 10 минут Начинается История Так, ну Скиолус на месте История Ну Подожди Пусть все зайдут Кому надо зайти Чтоб потом Каждый раз не перекидывать Туда-сюда Пусть все зайдут И туда я поставлю Как надо Как надо Мне написал Вазуняшка И он молчит Гастхел не хочет с ним играть Ах, бля Ах Я левнул случайно Угу Ну ладно Они походу хотят 4-0 выиграть Понимаешь Я же говорю, Азуняшка Такой парень Кикните Туда-скинулся То есть Гастхел заходит Кто там На хер он его злит Зачем Не надо Там никого Злить лишний раз Так Ну ладно Где доска Левый НО % ПОian Руд Левый Ну в том-то дело, что админы как раз ничего не ответили, потому что я не до Лизарба, не до кого-то ещё не достучался. Так, кого-то опять рыбовой с непонятным именем. Меня наверное. Так, Док это кто? Не знаю, возможно он и есть. Нет, не он, вот он Газдхелл сам по себе. Док это их стримеры. Ну ладно, я буду голубым играть. Сейчас выяснится, что Газдхелл не может играть. Я вообще не знаю, что они парятся как бы, если они и так выиграли KV и так и так. Нет, ну там, если ты выиграешь сухую, то тебе ещё плюс одно очко даётся. Потому что я бы тоже на самом деле мог бы заморочиться, если бы ситуация была такая в нашу пользу. Ну что, войдём? Я готов. Всё, жми кнопку. Так ладно, я левая извойся. Окей, давай. Удачи всем. Зеро! Чё, как дела? Как Саша была? Опять простудился я на новогодние праздники и с горлом провалялся. Только сейчас немного поправился. Кое-как наш предыдущий кланварчик отстримил. Постоянно кашлял микрофон. Ну, хоть не кровью кашлял. Да нет. Ну, это главное. Просто горло болит не очень приятно. У нас что-то 3-0, всё время не в нашу пользу. Опять мы, походу, сливаем первые два кланвара на старте сезона. Ух ты, танчик на кубке. Танчик на кубке. Да. Это за какой-то сезон обновали такое. Блин, чёрт. Хочу такой кубок. Ну, тебе надо, значит, затащить какой-нибудь турнирчик встроенный. Вот, и тебе, да, за каждый встроенный турнир дают вот такой кубок. Точнее, за каждый сезон за победу встроенный турнир дают вот такой кубок. Не, ну там разные кубки, я жду, а сомневно с танчиком хочется. Там раньше был СК-2, потом был с этим, с ядерным грибом, потом был ещё с чем-то, с муталийском, по-моему, и теперь вот с танчиком. О, с танчиком это, по-моему, последний. Тут у нас теперь у меня пул до хаты от зерга. Крентельс делает застройку дома. Вот, а вот третья пошла. Точнее, на месте третья пошла вторая хата, потому что какая-нибудь смешает. Поставить всталную. Хэт через час. И первый линдер, который пойдут напрягать. Ротас, он напрячь на самом деле довольно сложно, потому что под батарейкой стенка становится вообще неубиваемой. Привет, фраг. 0-3, к сожалению, счёт пока не в нашу пользу. Удачи, спасибо, Пог, но, блин, боюсь, что нам теперь здесь радость в тачку, если арк рендер у Гастхэл отберёт. Это, собственно, вся наша удача здесь будет, в этом кланваре. Фрагу привет. Да-да, фрагу отдельный привет всегда. Вот, к сожалению, не получилось у нас перенести игру на другой день так, чтобы стилус смог сегодня сыграть. Так получилось, что у него пион банная, это кланвар. До админов не достучались с оппонентами, не договорились и в итоге пришлось играть к рендеру в очередной раз. Вот, но зато в следующем кланвале у нас будет чуть более оптимальный состав. Следующая игра у нас, кстати, будет 15-го числа, по-моему. Вот, будем мы играть, давайте играем против кого? Сейчас, скажите, будем играть, будем играть против изымба. 15-го числа в 9 вечера. Вот, так что заглядывайте на наш стрим, не пропустите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там все дела. При фолове на твиче, я там даже прикольная картинка. Вот, а как выводить на стрим фоловеров с Гудгейма, я сейчас сказать не понял, потому что... Потому что старый плагин не работает с новым УБСом. Второго стримера слышно громче, чем тебя, Лео, то есть тебя громче слышно? А-а-а. Ну, сорян. Давайте сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Слышно громче, чем меня? Ну, не знаю, я могу только, наверное, микрофон чуть-чуть поближе к себе поднести, либо усиление включить. Ну, потому что, по идее, меня сейчас должно быть слышно. Потому что, по-моему, у меня должно быть слышно сильнее, чем игрой, чем... ...за кастера. Через GT открывается крейнер, вот такие, через... ...сумечное светилище, через апгрейд на адептов. И через, ну-ка, третью базу. В зерга уже три базы есть. Играет он через оочварян, сейчас. Да, сорян, ребята, напомню, что у нас задержка две минуты, так что с чайцком общаться несколько проблематично. Слышно. Через... ...две минуты только мой ответ дойдет на заданный вопрос. Но все равно не стесняйтесь, задавайте. Интересно, кстати, сказать, выводится ли мой стрим на Гудгейме вообще в раздел StarCraft 2. Да, потому что знаю, что с тетями там какая-то проблема. То, что стрим вообще никуда не выводится. Только список общих стримов, где ты там находишься на полном днище. Либо... ...либо только если посыл, либо кто-то будет заходить. Потому что в разделе файкинги там выводится вообще непонятно что. Вот. Вот. Я уже пытался достучаться до Гудгейма. Сверху ответственных лиц. Но ответ, естественно, не получил. Заходят дарки на третью базу. Тут есть спорка. Тут есть войско. Да. Сразу спорка закрывается. Можно дарубить просто несколько техрабочих. Сейчас и благополучно убежать. Нет подвижных дтекса. Сейчас у зерга лэр еще только на половине готов. Дарки разбегаются. Да, нормэн заходит дарк. Чик. Минус 6. Рабов опять дарки заходят на третью. Может, кстати, квину со споркой успеть спидать палку. Тут квина, к сожалению, была такая. Но зато здесь дарки успели развалить. Ох-ох-ох. Групит-групит. Развалить. Квину. Спорка запилить не успевает. Но зато можно себе разбежаться по базам опять же. Голосетнюю выставляет крингель. Третья база качает. Стримил 7x лево еще до того, как вошел в 7x. Ну, в общем-то, да. Чего? Я говорю, что с фрагом стримили еще до того, как фраг вышел в 7x. Нет? Ну, да. Ну, вот. Так. Что у нас с этим мимо происходит? 65 на 50. То есть сейчас преимущество кринтельно по рабочим, преимущество по инкам довольно плохое тоже. Я только не помню. Это я фрагу 7x затащил? Или я пытался, а потом... А, я. Нет. А ты фрага пригласил, как раз порекомендовал его в качестве второго менеджера. Когда у нас Игон куда-то отдел отошел. Вот. А так и не вернулся. Вот. И один я просто там немножко зашивался с двумя составами. Соответственно, пришел фраг. Очень сильно помог. За что ему огромный просто респект. Вот. Ну, а потом, когда руля стал кринтельно. Вот. У нас состав сильно, по-моему, оболодился за счет школьников. То он с кем-то из них, он, по-моему, с мелкой поцапался и вот и ушел. Жалко, конечно. Вот. Ну, зато нашел себя вреде. Я смотрю довольно неплохо там. Обосновался. Вот. Вообще, как бы из таких вот долгоживущих коллективов, по-моему, нет практически ни от того, где бы не было бывшего номера семейц. Поэтому, имея достаточное количество мыла, мы можем схватить мир. Ну, а кринтель тем временем должен будет попытаться побороть вот это озеро, которое захватил уже почти треть карты своей. Крипом. Базу, видите, по налепленному. Уже есть мысли, что у нас как пара сопла, у зерка сейчас 82 до 59. Кринтель. Кринтель колосс сейчас. В боевой технологии основном. У нас добавляется диты, ножки, зил. Там здесь рачи, реведжеры в основном. Против сталтеров с Н3. Колосс. Не играет мудрость нынче гидролисков, хотя я там видел, что гидролиск дэм только что достраивался. Да, и пошла. Пошел вперед сейчас. Зерк. Ну, хотя тут опасненько на самом деле. Попытка забегания лингами. Хорошо, кстати, он отвлекает сейчас Кринтель и основной атакой атакует сейчас третий Нексус. Можно, кстати, форсфилдами сейчас здесь запереть, понятно. Сделает, сделает. По-моему, гост дистанцию соблюдает. Ну да, хорошо. Он сейчас играет своими войсками гост хэлл. Не дал он себя форсфилдами запереть. Не дал здесь лингами. Лингов, по-моему, потерять. Ну вот. Тут, кстати, дверь закрыта. Благополучно. Поэтому Лидки никуда не побежали. Не нужно две попытки. Да, ломает здание, стоящий на краю аккуратненько своими реведжерами. Сейчас газ хэлл. Можно, по-моему, бликнуться просто вперед сюда в этих реведжерах. Вот сталтерами, что, кстати, Криндель сейчас и делает, да. По-моему, он лапса сбил плюхами этими небесными. Не видел апсервера, но видел, что сталтеры сейчас вот хорошо забирают оверлордов, собирают. Несколько хручей. Там, тем временем, Шпайр где-то готов. Да, почти готов. Шпайр? Да, я его Шпайром называю, потому что... Да нет, Шпайр, раз его правильное название. Раньше мутависты шпарили, а сейчас они ничего не шпарят, потому что лот. Бух, минус камня. Почему нельзя просто по левому плоскому кого-нибудь пройтись? Низелки такие выскочили стенки нарезать пробегающих мимо лингов. Хорошо, забегали на камень, но тем временем здесь во лбу, по всем центрям, просто вроде Байла прошли, но здесь пробок, но Криндель здесь собрал кулак, идет вперед, сейчас в атаку. И у нас, походу, размен 3-ти базы протосона натурал, возможно, даже с мейном зерка. Караптеры, сталтеров маловато. В общем, в равном количестве сейчас пока рабочие бы разменялись. Слушай, что-то мне кажется, у ГОСТа дело не очень дома. Ну, он подставит агрейдам сейчас, во-первых. Во-вторых, да, тут базу он съедает, но у Кринделя есть, во-первых, еще базы. Во-вторых, у ГОСТа сейчас определенные проблемы дома, то есть он в лоб не дал себя пробить, но, скорее всего, потеряет тоже третью базу. Ну, тут Кринделя убивается, он получит караптеры. Ааа, он просто телепотом домой уходит. Блин. Колоссы забрал. Двух колоссов в итоге. Двух колоссов потерял наступление. Неприятно. Есть база, но переводить на нее особо нечего. Пробки, по-моему, были убиты. А, нет, вот отсюда уже с этих баз пробки переезжают. Хорошее забегание было с этими линками. Не было такой обороны на третий балль. Тут, кстати, уже фотонки есть. На этом несколько линков можно спокойно отбить даже пробками. Вначале трех пробок они успели зажать. Неприятно. Да, и в гидру постепенно перестраивается госхелл. Теперь гидра, караптер и ручо. Линги не нужны. Пул зачем? А, пул отстраивается? Там был сломан пул, что ли, где-то. Не заметно. Да, опять сейчас Крендель пришел на базу. Опять сейчас будет телепортом уходить, после сломан патор. Скорее всего. Это телепортом не с уходить. 16 с робышками насанул. Сейчас 4 на 41 практически всю игру преимущества у Кренделя Парабам. Малый Реведжер, кстати. Нет колосс вместо колосса в Мортул. То есть, караптер, в принципе, можно... А, нет, два колосса здесь есть. Ну, можно было, наверное, до лимит караптеров оставить противника. Беспалют практически в данный момент. Хороший класс ФЛД. Посмотрите просто на арм, сапплай. 54 на 124. Просто больше. И, по-моему, все-таки... Вырывает Крендель очко у своего оппонента. Да, и сейчас становится 3-1 в этом кланваре. Не дали мы одну халявную очко в HTT. Да. Алло. Выкусили. Да, да, молодцы. Мы молодцы, мы затащили. Ну, царство сыграло, конечно. Ну, и гострел тоже что-то... Он какую-то странную хрень играл. У него очень поздний лейр был. Он... Ну, не знаю. Он просто руч... Он как-будто вроде бы... Такой руч-линг... Ой, в смысле руч-роч-линг пошел... Ну, да. Как будто аллынить хотел. Да, да. Но как-то он поздно салынил и не доалынил. Вот. То есть он там... Он там, видимо, зарассчитывал, что он сейчас на одну базу тебе нападет, потом там лингами забежит, потом на другую. Вот. И... И так далее. Но там проход оказался закрыт одним зилотом. В итоге один зилот все эту страту поломал. Суму, по-моему. Какой зилот? Ну, тот, который в проходе стоял, не дал толпе рингов забежать тебе на базу. А в самом начале, что ли, который забегали? Ну, вот там, когда атака была, у тебя разделен... А, ну, это как-бы нельзя оставлять базу без вратаря. Ну, вот, естественно. В итоге вратарь не пустил хулиганов во двор. Вот. И... Собственно. На этом, по-моему, сдулся. Ну, я не знаю. Это очень странная игра. Классно странная. Не могу сказать. Как бы странная. Может быть, какой-то другой план был. Может быть, его что-то заставило передумать так играть. Ну, я не знаю. В общем, факт то, что... К сожалению, проигрываем этот Клаблар сегодняшний. Вот, если бы... Вот опять же, могло все быть, по-моему, с точностью до наоборот. Если бы Control не отдал выигранную игру и Неразимка не отдал выигранную игру, то был бы трейден в нашу пользу. Там, ну, Смит, да, проиграл. Окей. Вот. Вот. Да, я согласен. Он Неразим так-то должен был выигрывать. Не знаю, это тупейшая ошибка. По-моему, 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 тоже. И что-то там... Ну, просто нельзя было там драться. Единственная ошибка, которую я могу прям... За которую ему нужно следует ругать. Вот. Ну, ладно, ребята. Все тогда на этом. Давайте стрим будем заканчивать. Всем спасибо, кто нас смотрел. Следующая игра будет 15-го числа. 15-ое число, это у нас, по-моему, понедельник. Да, 15-ое число, это понедельник. В 9 часов мы будем играть против Изымба. Вот. Все приходите, за нас болейте. Вот. С вами был Семик Зарату, с вами был Семикс Кэнди, с вами был Семикс Лео. Всем до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Рим Афоин. Что ж, Рим Афоин. Что ж, Рим Афоин. Учим. Рим Афоин. Учим. Учим. Рим Афоин. ВО Продолжение следует... 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 Продолжение следует...